В этом видео мы рассмотрим реакцию галогенирования бензола. И начнем мы с бромирования. Итак, вот это наше бензольное кольцо. И вот здесь мы должны присоединить атом брома. И нашим катализатором будет бромид алюминия. Но вы можете использовать феррум-бром-3 вместо алюмини-бром-3. Они оба подходят. И в результате у нас произойдет замещение атома брома ароматического протона в бензольном кольце. Давайте рассмотрим механизм реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду. Если мы посмотрим на бромид алюминия, то увидим, что здесь шесть электронов располагаются вокруг атома алюминия. Два, четыре, всего шесть электронов. И таким образом, с учетом положения алюминия в периодической таблице, он может захватить еще два электрона. Итак, бромид алюминия будет действовать в качестве акцептора, электронной пары, что является определением кислот Льюиса. Бром будет действовать в качестве основания Льюиса. Он будет донором электронной пары. Итак, мы можем предположить, что эта неподеленная пара электронов перейдет к алюминию, в результате чего между этим бромом и этим алюминием образуется связь. Посмотрим, что же получится в результате кислотно-основной реакции по Льюису. И теперь этот бром связан с алюминием. Но этот алюминий по-прежнему связан с другими атомами брома, вот здесь. Я не буду рисовать неподеленные пары электронов вокруг каждого атома брома просто из экономии времени. Давайте проследим за этими электронами. Итак, вот эти электроны пурпурного цвета, именно они были отданы алюминию и формируют связь между бромом и алюминием. Благодаря этому алюминий приобретает отрицательный заряд, а этот бром получает положительный заряд. Вот так. Теперь именно этот комплекс будет вступать в реакцию с бензольным кольцом по нашему механизму. Однако достаточно сложно увидеть в этом комплексе электрофил. Я покажу вам, как его найти. И затем мы вернемся к этому комплексу, когда дойдем до реакции с бензольным кольцом. Итак, если эти электроны переходят к атому брома справа, то атом брома слева теряет свою связь. И теперь он окружен только тремя неподеленными парами электронов. И получает положительный заряд. Теперь стало проще, и именно этот атом будет электрофилом в реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду. Даже если технически вступать в реакцию с нашим бензольным кольцом, будет вот этот комплекс на вершине. Итак, если у нас здесь справа формируется ион брома, то этот атом брома будет по-прежнему связан с этим алюминием. И теперь вокруг него расположены три неподеленные пары электронов. Давайте отметим эти электроны красным цветом. Они перейдут к этому атому брома. Вот так. И алюминий, разумеется, по-прежнему сохраняет связь с этими тремя другими атомами брома. Он по-прежнему несет отрицательный заряд. Мы нашли наш электрофил. Путем упрощения мы представили, что бром плюс является электрофилом. И благодаря этому он может реагировать с бензольным кольцом. Возвращаемся к нашему бензольному кольцу. Бром плюс электрофил. Электрофил означает «любящие электроны». Итак, он притягивается к электронам. Электроны отрицательно заряжены и притягиваются к положительно заряженным частицам. Эти P-электроны в бензольном кольце действуют в качестве нуклеофилов. И таким образом наш нуклеофил атакует этот электрофил. А теперь давайте изобразим результат нуклеофильной атаки. Итак, вот наше бензольное кольцо. Вот здесь в кольце располагаются P-электроны. И бром присоединяется к одному из этих углеродов. На самом деле не имеет значения к какому, поскольку они все эквивалентны. Пусть бром присоединится к верхнему углероду. У углерода на вершине уже есть водород, а эти электроны переходят к атому брома. Давайте я отмечу электроны, о которых идет речь. Итак, вот эти P-электроны действуют в качестве нуклеофила, формируя связь с этим атомом брома. Мы забираем связь у этого углерода внизу, и в результате этот углерод получает положительный заряд. Итак, у нас получился карбокатион. А теперь запомните, что технически именно этот комплекс вступает в реакцию с бензолом. Мы можем перейти к более удачному механизму или к более точному механизму, при котором эти электроны пурпурного цвета вот здесь атакуют этот бром. И затем эти электроны красного цвета вот здесь переходят к этому брому, формируя комплекс вот здесь. И это более точная модель той реакции. Но проще представить реакцию, если взять бром плюс в роли электрофила. Итак, теперь, когда мы получили карбокатион, можно изобразить резонансные структуры. Эти пи электроны перемещаются сюда. Давайте изобразим окончательную резонансную структуру. Итак, вот это наше бензольное кольцо. Вот здесь расположены пи электроны. Водород и бром по-прежнему присоединены к нашему кольцу. И я перемещаю наши пи электроны вот сюда. Давайте их обозначим. Итак, вот эти пи электроны перемещаются сюда, забирая связь от этого углерода. И этот атом получает в результате положительный заряд. Можно изобразить еще одну резонансную структуру. Пи электроны могут переместиться сюда. Покажем, что же получается в результате. Итак, опять вот это наше бензольное кольцо. Водород, бром, эти пи электроны по-прежнему находятся здесь, и мы перемещаем некоторые пи электроны сюда. Отметим их. Итак, вот эти пи электроны переместились сюда. Они забрали связь у этого верхнего углерода, и в результате он получил положительный заряд. У нас получились три резонансные структуры для этого карбокатиона. В действительности и он является гибридом всех этих трех резонансных структур. Можно рассматривать этот гибрид в качестве сигма-комплекса. Итак, при реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду, последним этапом механизма реакции будет депротонирование сигма-комплекса и преобразование ароматического кольца. И теперь рассмотрим этот комплекс. Он будет действовать в качестве основания. Эти электроны могут захватить этот протон. И затем эти электроны переместятся сюда и преобразуют кольцо. Итак, давайте изобразим конечный продукт — бромобензол. И поскольку у нас здесь слишком много стрелок, давайте я выделю некоторые электроны, чтобы проследить за ними. Пускай эти электроны будут синего цвета. Итак, вот они перемещаются сюда и преобразуют наше ароматическое кольцо. А эти электроны вот здесь. Вы можете представить, что этот комплекс действует как основание. И поэтому эти электроны захватывают этот протон. И в результате у вас получается другой продукт — H-бром. Итак, вот у нас здесь получился H-бром. Отмечу эти электроны зеленым цветом. И затем, разумеется, у нас также произойдет преобразование катализатора. То есть алюминий-бром-3, наш катализатор в ходе этой реакции, также преобразуется. Вот такой механизм бромирования бензола. Давайте присоединим другой галоген к бензольному кольцу. Пусть это будет реакция хлорирования. Возьмем бензольное кольцо и присоединим к нему атом хлора. Для этого добавим немного хлор-2. В качестве катализатора будем использовать алюминий-хлор-3. Хлорид алюминия также подойдет феррум-хлор-3. На самом деле не имеет большого значения, какой катализатор вы используете для данной реакции. Конечным результатом, разумеется, будет замещение атомом хлора одного из этих протонов, то есть ароматических протонов в бензольном кольце. И нашим конечным продуктом будет… Давайте я попытаюсь изобразить его вот здесь. Итак, вот это наше бензольное кольцо. Вот здесь, в бензольном кольце, будет располагаться хлор. И у нас получается хлор-бензол. Отметим также, что H-хлор будет вторым продуктом в этой реакции. Вот мы и рассмотрели два механизма реакции галогенирования бензольного кольца.